Изменение глаголов в прошедшем времени. Так, всё, да? А теперь приготовились проверить домашнюю работу. Но сегодня, как вы поняли, мы будем говорить о глаголах прошедшего времени, а вернее, об изменении глаголов в прошедшем времени. Здесь есть новшества. Эти глаголы изменяются не только по лицам и числам. И на основе сравнения оттенков значений фразеологизма будем развивать умение подбирать выражения, подходящие к данному тексту. Если успеем. Если не успеем, то на следующем уроке. Дальше. Домашнее задание запишите. Упражнение 84. Упражнение 84. И задание в я-классе. Так, проверка домашнего задания. Вы должны были составить 4 сложных предложения, да? Многие справились с этой работой, но многие почему-то составили предложения простые. Да, взамен я просмотрю. Я вчера проверила твою самостоятельную. Так, как у вас так получилось? Простые с однородными. Однородные члены предложения у вас, вы же знаете, что союзы соединяют не только простые в составе сложного, но и однородные. И у многих получилось, например, я читаю, дальше буду что-то делать. Получилось простое с однородными сказуемыми. А многие справились с два, да? Сложные предложения должны состоять из двух или более грамматических основ. Так, ну вы со своими учителями еще переговорите, исправите, да? Я своим детям исправила. Так, дальше идем. Так, вот помните, я вчера вот этот слайд давала. Вы должны были, посмотрите, как пишется слово «жжет». В самостоятельной работе вы должны были вставить это слово, да? Так, печет. Посмотрите, как правильно пишется «жжет». Двойные согласные, да, вначале идут. Так, еще раз просмотрите. Вот такие изменения по лицам и числам. Глагола «вжечь». Да, кто-то написал «жбет». Это неправильно. «жжет». Так, посмотрели, запомнили, да? Это из «вчераш». Так, вот, пожалуйста, откройте свои самостоятельные работы. Вот в такой форме должны были стоять глаголы. «Мама печет пирог». Мы с сестрой испечем. Видите, печет – настоящее время. Испечем – будущее. Вы должны были вставить глаголы или настоящего, или будущего. Многие почему-то форму прошедшего времени вставили. Так, зажжем костер. Посмотрите, как правильно пишется это слово. И вот слово, которое вам понадобилось. «Ветер жжет лицо», да? Посмотрите. Так, второе задание. Второе задание. «Гремит последний раскат грома». «Плывут», «Зазвучат», «Бредём», «Стоит» и «Скользят». Да? «И скользят». Так, и я выписала у вас... Вы должны были в два столбика выписать глаголы будущего и настоящего. Настоящего у вас больше получилось, да? Количество слов. А в будущем времени стоит только слово «Зазвучат». Что сделают? Посмотрите, исправьте, пожалуйста. Это работа над ошибками. Посмотрите свою самостоятельную работу. Исправьте, пожалуйста. Вы должны были поставить глаголы в настоящем или будущем времени. Многие почему-то поставили в прошедшем времени. «Плыли» – это «что сделали», это будет уже прошедшее. Поэтому исправьте, пожалуйста. Так. Всё, да? Идём дальше. Так. Ну, понятно. Сейчас у нас осень. На уроке мы открываем этот мир и себя в этом мире. Так. Давайте прочитаем отрывок из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина. Ой. Кто прочитает? Я разве слайд поставила? Наташа, читай. Я замкну. Я замкну. Я замкну. Этихотворения! Этот мир, который говорит о том, поxa desse путь из стихотворения, которые используют все можем. Я замкну. Так. И contact. Если вам не Ram grimирный уроки растет и примитив将? Я пришел вeri в дальнейшем помещении. Но это реже наleveroh. И вот этот уровень нав��� и несчёт нее в момент о tom. меня выбило все сейчас открою пока не пишите пожалуйста мне ахзам ты не вышел читай пожалуйста почему так уж небо осенью дышала уж реже солнышко бристала короче становился день лесов таинственная осень с печальным шумом обнажалась так глаголы давайте выделим дышала блистала становился обнажалась да обнажалась посмотрите уже не те глаголы которые мы проходили черный экран получился так откройте тетрадки у вас открыто число написано да так у вас чисто описание будет вы должны будете списать четыре слова которые на экране да но вы должны вставить пропущенную букву пожалуйста пишите чисто описание так запишите четыре слова но вы должны до гульдана правильно пиши дальше нет молодцы вы учили до стихотворение так хорошо записываем четыре слова гульдана правильно ой нет гульдана гульдана неправильно так так кто мне напишет правильно арстан правильно давайте тогда алика биография хорошо беседа ты на и правильно блестеть там слова блеять овцы блеют да и акзам правильно болото болото так беседа биография болото непроверяемые гласные корни слова правильно на акзам правильно все идем дальше так и это тоже вам нужно будет переписывайте кто не успеет я уберу так акзам читай кто в дружбу верит горячо кто рядом чувствует плечо тот никогда не упадет тот никогда не пропадет так давайте посмотрим глаголы выделим глаголы верит чувствует верит чувствует глаголы какого времени настоящего да и не упадет не пропадет это глаголы какого времени дети работаем что сделает да можете писать да записать можете не упадет не пропадет ты най не надо так хорошо так не упадет не пропадет глаголы будущего времени правильно руслан будущего мы это уже закончили так еще раз нам понятно какие окончания у настоящего и будущего времени но прошедшее время отличается так определили выделили окончания и нет йод йод до одинаковые окончания и у настоящего у будущего так ну в каком еще времени могут употребляться глаголы понятно наша тема была прошедшее время до прошедшее время так наташа быстрее записывайте глаголы прошедшее время мы прочитали стихотворение и задали вопросы так вопросы прошедшего времени что делали что делал что делала что делала да так сейчас но таблицу я дам в конце урока как изменяется глагол в прошедшем времени лето прошло осень пришла наступила значит понятно что глаголы прошедшем времени изменяются не только по лицам и числам но и по родам да так наташа вот вернула дописывайте окончание выделите пожалуйста а чистописание вот чистописание беседа биография блеять болото блеют овцы например значение этого слова дает там издавать невнятные звуки так все идем дальше так осенью грустно шуршала на ветру высохшая трава записывайте эти предложения в берлоге заснул медведь скудно светила солнце осенью грустно шуршала на ветру высохшая трава берлоге заснул медведь медведь скудно светила солнце записываем подчеркните глаголы как сказуемое найдите пожалуйста глаголы и подчеркните как член предложения это сказуемые да подчеркните двумя чертой так записывайте так трава что делала шуршала медведь что сделал заснул солнце что делало светило так ответьте пожалуйста на мой вопрос что показывает прошедшее время глаголов что показывает давайте вспомним настоящее время действие происходит в момент речи да будущее после момента речи а прошедшее ну-ка ответьте пожалуйста прошедшее время показывает что действие происходило до момента речи да до момента речи правильно до момента речи так и еще раз глаголы в прошедшем времени отвечает на вопросы что делала шуршала например в нашем предложении да так что делал например медведь заснул да угу и что делало например солнце что делало светило да так ну вот вывод прошедшее время показывает что действие происходило до момента речи и вот глаголы отвечает на какие вопросы списал да молодец так открываем учебники работаем по учебнику открываем учебники с страница 61 откройте пожалуйста страницу 61 81 упражнение 81 да домашнее задание 84 алими так 81 давайте прочитаем самолет летел а можно сказать самолет Самолет летело. Нет, да? Мы по существительному определяем род глагола. Самолет мужского рода. Значит, прошедшее время глагола тоже надо ставить в мужском роде. Давайте распространим это предложение. Самолет низко летел. Нет, не надо писать. Не надо писать. Птица летела. Птица тоже можно, например, высоко летела. Вот так можно распространить. У вас там задание распространить предложение второстепенными членами предложения. Ну, просмотрите, пожалуйста. Понятно, да, что в каком роде стоит глагол нам помогает рядом стоящий существительный. В каком роде существительные, в таком будут стоять глаголы прошедшего времени. Понятно, да? А вот упражнение 82-е. Давайте запишем. Давайте запишем. Выполняем упражнение и местоимение. Да, третьего лица помогают, да? Потому что первое, второе лицо не имеет же грамматический род, а третье лицо он, она, оно. Да, и местоимение помогает. Так, 82-е. Чтобы правильно поставить род глагола, нам нужно знать, в каком роде стоит существительное. Да, вот, например, лошадь. Лошадь бежала или лошадь бежал? Лошадь женского рода, да? Значит, надо написать бежала. Правильно, Арсен. Запишите, пожалуйста, первое. Аман. Правильно, Айсара. Бежала. Так, выполните, пожалуйста, потом не записывайте. Лошадь бежала, точка, да, пишем. Упражнение 82-е. Первое, второе нужно записать. А третье, четвертое сделаем устно. Записывайте. А олень в каком роде стоит? Он, правильно, Айсара. Мужской род. Значит, олень бежал. А стадо? Стадо. Так, запишите, пожалуйста. Да, только первое и второе, Руслан. Бежало, правильно, Руслан. Угу. Да, Арсен, правильно, молодцы, пишите. 82-е, первую и вторую часть. Ой, первое задание под первой нумерацией и второй нужно сделать письменно. Выполнить письменно. Так. Ну, можем как раз теперь сделать вывод. Значит, глаголы в прошедшем времени в единственном числе изменяются по родам. В единственном числе, потому что форма множественного числа, по форме множественного числа мы не можем определить, да, род. В мужском роде они имеют нулевое окончание, а в женском окончание А, в среднем окончание О. У вас на странице 61-е как раз-таки это вывод есть, да, правило. Так. Так, кто мне... Под цифрой 2 кто выполнил? Иней лежал или лежала? Лежал, да, мужской род? Так, одеяло, правильно, на этаже. И не лежал. Одеяло лежало. Правильно, Арсен, молодец. Собака у нас женского рода, значит, лежала. Так. Книга тоже. А вот портфель какого рода? Портфель. Правильно, лежал, Арсен, портфель. Вот слова, которые оканчиваются на мягкий знак женского или мужского рода, нам помогает форма творительного падежа. Например, рояль. Рояль – слово мужского рода, да. Почему-то многие думают, что это женского. В форме творительного падежа будет роялем, да. А вот бандероль – женского рода, потому что бандероль – ю. Вот так вы можете, поставив в форме творительного падежа, узнать женского или мужского рода. Так, всё, идём дальше. Так, 83-й мы уже не успеваем устно. Так, вот фразеологизмы мы, наверное, не успеваем, да. Значит, оставим на следующий урок. Да, Ленара, не успеваем. У нас ещё будет несколько уроков по теме изменения глаголов в прошедшем времени. Поэтому мы эту работу оставим на следующий урок. Так, и ещё я хочу вам сразу сказать, у нас завтра нет русского языка, а в пятницу первым уроком будет у вас коррекционный урок, а в понедельник будет два урока русского языка. Так, понятно, да, Аслан? В пятницу первым уроком будет урок коррекционного русского языка, а в понедельник будет два урока русского языка. Так, ну вот как раз в конце я обещала вам таблицу. Вот посмотрите, пожалуйста, вопросы. Что делал? Что делала? Что делало? Натажи, до свидания. Ульдана. Так, нулевое окончание мужской урод, женский урод. И средний урод окончания О, да, и примеры, посмотрите, примеры.